Приветствую вас! И вы знаете, несколько странная получается история, которую вы описываете. Странная, я бы сказал, немного отрывочная, непонятная, слегка, вот. Именно с точки зрения психологии для того, чтобы дать вам сколько-нибудь адекватный ответ. Адекватный и профессиональный, а не просто высказать мнение. Смотрите, вы пишите, поссорились с парнем. Хорошо. Поссорились вы. Из-за чего? Вы конкретно, из-за чего поссорились? Вот именно вы. Ведь вы же ссорились с ним. Понятно, что и он ссорился, это понятно. Но и вы тоже ссорились. И возникает вопрос, а почему вы ссорились с парнем со своим? Именно вы почему это делали? Что вас зацепило? Какие вещи произошли? В чем разногласия были? Ну, конкретно. По факту. Что вас не устроило, что вам не понравилось, что вам не понравилось, что вызвало такую вот бурю, такую реакцию. Какую позицию занимал мужчина? Ваш парень. В этой ситуации. Что ему не нравилось? Из-за чего он хотел? Что ему нужно было? Из-за чего он с вами ссорился? Дальше. Вы говорите, что я прошла на компромисс. Все бы ничего. Но только, что это за компромисс? Ради чего этот компромисс? Чего вы ожидали от себя, идя на компромисс? Чего вы ожидали от него, идя на компромисс? Шли ли вы на компромисс ради него, или шли вы на компромисс ради себя? То есть, я иду на компромисс в ссоре, чтобы сделать счастливым тебя. Я иду в ссоре на компромисс, чтобы сделать счастливым себя. Чтобы что-то получу я, что-то получишь ты. Разные проявления? Разные проявления. Разные цели, разные цели. Действия одни цели, действия одни цели. Если вы делали это для него, то вам по идее всё равно. Ага, отвечают на звонки, не отвечают на звонки, отвечают на смс, не отвечают на это. То есть вам плевать, потому что вы сделали это для себя и вам как-то вообще всё равно. Если вы сделали это для него, да, вот если вы сделали это для себя, и вы хотели получить что-то для себя таким образом, то это уже вопрос. То есть получается, что конфликт вами не был урегулирован, ну как бы, по факту он не был урегулирован. По факту конфликт остаётся всё равно. Просто вы поступили своими принципами. Поступили со своей точкой-точкой зрения, возможно. И в итоге ожидали, что он вам будет за это благодарен. Это отношения всё зависимые, это отношения не свободные, это отношения эгоистичные. Ну вот если анализировать, взаимодействие с эээм... ну... с парджем, с мужчиной. Понимаете? Какая история. И вот по факту вот этот момент и нужно разбирать. Что я стал думать о себе, когда узнала, что он мне не отвечает. Что я почувствовал. Откуда эти мысли, откуда эти чувства. Какая их природа, этих мыслей, этих чувств. Понимаете? Вот это всё важно, действительно важно, по-настоящему важно. Вот эти моменты. Понимаете? А что думать по отношению к нему? Ну опять же. Опять же. Вот вы говорите, да? Что думать? А что тут можно думать? Почему вас это волнует? Как на вас это влияет? А насколько вы с молодым человеком как бы близки? Ну... Я имею ввиду... Насколько вы зависимы от него. Понимаете? Может быть он, зная, что вы от него завидите, и ведёт себя так, чтобы вы ещё больше почувствовали свою вину. А вы... Вы... Ждёте... От него... Какой-то реакции. Ну, в ответ на ваши действия. Но реакция-то по итогу нужна вам. Понимаете? Реакция по итогу нужна вам. И всё. Вы хотите что-то для себя. Поэтому определитесь с этим. Определитесь с тем, чего вы хотите. И... Рассмотрите для себя возможность самостоятельного удовлетворения своих желаний. На молодого человека здесь, надеяться, не стоит. Захочет? Будет с вами. Напишет. Пойдёт навстречу. Не захочет. Это его право. Причины ссор с вашей стороны нужно исследовать. Чтобы не было такого, да, что вы зависите от другого человека. Потому что у человека может быть плохое настроение, дела, проблемы, что-то ещё. А вы на это реагируете. Это влияет на вас. Это не есть правильное. Не есть полезное и конструктивное для вас. Точнее. Вот и всё. И когда вы ко всему этому придёте. И если вы ко всему этому придёте, возможно даже с помощью психолога. Вам просто не нужно будет ничего думать. Но есть молодой человек, есть. Я поссорилась с ним, ну бывает, ничего страшного. Я пошла на компромисс, пошла на компромисс. Я для чего это сделал? Для него всё равно, что он будет дальше делать. У меня есть своя жизнь, у меня есть свои цели, у меня есть свои дела, я этим занимаюсь. Если молодой человек захочет со мной быть, он будет. Если не захочет быть, он не будет. Я пойду дальше. Вот это позиция здоровой личности, здоровых отношений. А у вас такая же? На этом всё. Надеюсь, я помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.